Стоять в очередях, растрачивая свое время или воспользоваться единым порталом госуслуг для решения насущных вопросов? О преимуществах второго варианта сегодня вновь рассказали в Сургуте на специальной пресс-конференции. На этот раз ее посвятили особенностям электронной регистрации граждан по месту жительства. Подробности далее. Перебравшись из однушки в двухкомнатную квартиру, сургутянка Анна Тырикова задалась вопросом о смене регистрации по месту жительства. И оптимальным решением этого вопроса стал единый портал госуслуг, зарегистрироваться в котором Анне помогли в МФЦ. Через МФЦ, то есть не нужно очередь ждать, в паспортных столах, как обычно, они бывают очень большие. Ну и быстро через портал. Это займет где-то около трех рабочих дней, то есть три дня на регистрацию. И планируют к концу, получается, недели уже получить новую регистрацию. Как отмечают специалисты, количество обращений за регистрацией по месту пребывания или по месту жительства постоянно растет. Если еще в апреле за получением этой услуги в сургутский МФЦ обратилось всего семь граждан, то в июле количество заявителей возросло до 275 человек. Растущая популярность такой регистрации, минуя паспортный стол, связана с рядом очевидных преимуществ. Сокращаются сроки предоставления услуг, уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц, ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документа оборота, снижаются коррупционные риски. И не нужно выкраивать время для похода в какое-то учреждение. Заполнить заявление можно, не выходя из дома, в том числе даже ночью. Сейчас в сургутском МФЦ оказывают 49 муниципальных услуг. Наиболее популярными, помимо регистрации по месту жительства, по-прежнему остаются обращения, связанные с образованием. Дневник – это запись в детские сады, дошкольные образовательные учреждения. Новая услуга в этом году появилась, запись в образовательные учреждения, среднего образования. В принципе, все услуги образования очень отстребованы. Для того, чтобы привлечь еще большее внимание к единому порталу госуслуг и объяснить преимущества его использования, 10 августа во время празднования Дня строителя для жителей будет организован специальный квест по регистрации на портале. Для участия в конкурсе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Иван Рябцев, Игорь Батищев, телекомпания «Югра», Сургут.